все остался сзади клуб маржей посмотрите внимательно вот здесь вот просветы вы видите девятиэтажки надеюсь их видно на экране мне на экране черно а так то видно что они светятся вовсю вот это берег енисея между ними находятся сотни зажаты сотни домов и сотни садов сады здесь весьма даже хороши многие выращивают мои саженцы саженцы моих друзей филиппио федоренко лапина то 2 самых таких замечательных садоводов вот поэтому наш уголок до сих пор считается раем почему до сих пор вот климат не смог уничтожить наши деревья а зато люди могут они и здесь убивают деревья также как во всей россии вот почему потому что никакого просвещения нет и все на горске это я расшибаюсь лепешку вот чтоб каждому рассказать как правильно посадить саженцы я их сильно обрезаем на рынке этого не делают даже наши лучи садоводы но ради что символическая обрезка под моим давлением вот и вот значит вот он еще и вы видели он не замерзает хотя уже февраль месяц почему вода берется из толщи как бы и же надо время чтобы замерзнуть очень быстро течение очень быстро и все-таки здесь горы вот и я сейчас хочу найти место остановиться и закончить этот разговор иногда мне кажется что какой-то из фильма должен стать последним на нужно какая-то панорама вот мне не получилось подъехать берегу потому что весь берег заставлен на теми самыми железными гаражами вода и темного подъезд нашел в одном месте подъехал чернота воды не видно венесея я найти такую панораму мне заехать в чернобаево кстати чернота живет тут нескольких сотнях метров я и говорю оставляйте бывшая степь вдруг это бывшая степь ветра не от речки а к речке вот только тихую погоду речка оказывает влияние небольшое на сады а в основном город который греет который является огромной печкой вон город он совсем рядом вот мы проезжаем дома дома хорошие добротно это можно сказать цианогорская элита вот некоторые снаружи посадили деревья за что им очень благодарен внутри настоящие сады у людей он полюбуйтесь видите здорово особенно здорово когда садят снаружи вот это пригород цианогорская под названием летник где-то мне надо остановиться и закончить этот разговор однажды я ко мне обратилась группа ребят которые хотели вырастить очень большой сад они строили грандиозные планы если поделился семенами потом выяснил что не то из лично из них и не собирался брать руку лопаты я таких называем мечтателями вот так бывает мечтатели есть копателей нет и вот значит я что хотел сказать ведь тема сегодняшняя она болезненная да действительно и можно сказать что ты учишь нас развалина в 67 лет у тебя болит спина вот у тебя распухли ноги но эти ноги таскали лишние 20-30 кг всю жизнь этого хватило чтобы заработать варикоз и шишки вот много это не оправдание но я по крайней мере хоть таком образе удерживал вес не было бы сада было в 150 килограмм и могила вот не было моего неуемного желания жить я бы давно уже бы от это самая танка канцерогенного цеха своего электролиза никеля был бы на том свете вот не было бы садовода вот я был бы сейчас чистым стопроцентно ли нам я все это вам рассказал осталось сказать своих планах я умру здоровым объясняю как сейчас мне здоровья хватает прививать копать все равно вот остановиться я не могу а теперь представим себе человека который дошел до такого состояния когда он должен лежать и извините за вражение гнить можно гнить месяц прежде чем говоришь можно год может 10 лет можно надо есть родственникам которые будут ждать пусть молча нуждать скорее когда же такое сопытка вот и нужна ли такая жизнь я придумал это я заканчиваю этот разговор вот чем это реквием по моему себе я не зря вас сводил в клуб маржей вы видели в основу молодежь вот самый пожилой василий федорович ему где-то он тоже пенсионер до бывший электрик вот каждый день купается венесея каждый день вот сколько ему предстоит но он здоров как бык вот я у меня так не получилось вот не получилось потому что я не ставил цель иметь абсолютно здоровье я бы владея пропускал неделю две-три потом начинал хондрить похватился и лес венесей вот это было как профилактика а постоянно такого я уже много лет не дел и в 65 лет я карьеру маржа вообще завершил только чтобы не подвести других людей но впереди неизвестно что если у меня болячки одолеют я снова полезу и все как сегодня сейчас я боюсь вот но я надеюсь когда немножко подрастут дети когда вода менее нужен я надеюсь сохранить здоровье еще на 5 10 лет нет ни здоровья его не сохранишь жизнь прожита как две как три вот а именно как работоспособность сохранить еще на 5 10 лет потом когда я стану а бузой а я рано или поздно им стану вот что я сделаю правильно я опять вернусь клуб маржей а если клуба кто времени не будет будет посмотрите вы знаете что из десяти лиц которых я видел 8 я видел впервые а это вам не шутки значит это поддерживается традиция вот о чем речь идет друзья значит все таки клуб жив и будет жить но допустим даже клуба не будет можно и на берегу раздеться я вас учил как это делать как как надо как надо готовиться и про пуговицы рассказывал и про валенки и про халат и на боссу ногу и это самое халат на боссу тело и про как надо готовиться с помощью зарядки перегревая тело под курткой теплой под шубой под пальто по телогрейкой вот как надо и я естественно вернусь но как вернусь если некому будет помочь я привяжу себя веревкой за берег видели сколько там всего вот я буду купаться плавать остановится тело значит тело потом мое вот я я я не боюсь вот этого памяти я обращаюсь к тем кто когда-то столкнулся с проблемой непреодолимых болезней так образно выражать непреодолимых вот есть шанс понимаете вот человеку говорят все лечить мы тебя лечить не будет лечить не лечить а у него всего-то сил доползти да и неси вот и черт с ним я не боюсь смерти я был в этом свете я знаю даже знаю перехода на усилительный переход но раз уже пережил пару раз значит ничего еще и третий раз переживу по крайней мере с этот страх ушел потом страх смерти в неизвестности в неизведанности а на самом-то деле ничего там особенно то нет а вот перед жизни вечная вот мне нравится словечная жизнь я теперь знаю что это действительно вечная жизнь и чем мне бояться если день 68 70 75 лет мне все равно гнить не буду и это я хочу в нам внушить не надо гнить вот потому что два варианта полез страшного такую погоду то нет погода прекрасно вот как сегодня одно удовольствие даже бывает что вылезешь тенисея и как бы не замерзли охота в дом заходить еще стоишь еще как бы это русики расставишь раскинешь вот еще и ножками подрыгаешь и вот значит получается что енисей он не жесток он особенный здесь особо энергетика воды потому что он падает 150 200 метров вставляете мне это кажется что с этим связано мое мое оздоровление и то что все эти годы меня енисей помогал не жить а выжить и вот когда-то я приползу с последних сил конечно кто-то мне подстрахует чтобы меня не уплыл туда в абакан вот вниз по течению сдуру а если вдруг остановится сердце становится и черт с ним не заведут сердце и черт с ним это будет как говорила тело это было как он горит это была отличная охота или настоящая охота уже забыл только произносил эту фразу вот потому что жизнь прожитая яркая незабываемая дай бог каждому такую жизнь прожить она прошла в борьбе с невежеством борьбе с дикостью вот когда-то может быть даже это стану новым как классиком знаменем когда-то я не тороплюсь помереть но поймите поймите друзья ничего страшного не о том что если сердце становится в воде они и ты не доживешь несколько месяцев до гневая пока организм полностью откажет тебе вот страшная вещь когда лежишь без помощи никому не нужны и вдруг птица феникс спряет от пепла а кто сказал что я через несколько заходов венесей вместо того чтобы остановилось сердце а все-таки закалка есть а опыт есть я не вернусь обратно на какое-то время я верну обратно молодость кто сказал что то не случится вот и кто-то и кто меня по су скажет константинович да у тебя то конечно же случится вот это еще будешь растить сады и ты еще будешь учить нас вот это еще будешь воевать с людьми которые поставили свои цели убить сады иногда кажутся они от дьявола почему их никто не заставляет давать советы убивающие сады никто но они знают и идут они зачем-то это делают проходит время проходят годы все больше ширится новое садоводство железа латинкова броска вот все больше людей узнает они клянуться в том что у них открылись глаза они начинают воевать соседи они пока там первые на сотню соседей там еще крутят у виска но когда-то люди которые учат убивать должны уничтожить свои ролики они не могут жечь свои книги жечь газеты со своими статьями не под силу вот хотя бы прекратили бы это вот понимаете впереди борьба вот и вся моя надежда на енисей поэтому я вас туда сводил моя надежда на не сей он не даст мне гнить он меня или похоронит как положено здоровым то есть как еще не здоровым больным но сказать бодрого духом который залезет и будет там сидеть и ждать это самое венесе не сидит нет не ждать не просто плавать плавать и вот и ждать пока холод проникнет до самой последней клетки когда он убьет может раковые клетки может просто болезнетворные клетки может какие-то смертельные грибы которые поселяются человеке вот вытравить из организма и все-таки организм оставится цел еще жив на какое-то время и омолодиться вот а если конец это достойно будет конец это будет достойный конец и слова келлы должны быть когда-то на моем памятнике это была славная охота